друзья всем привет рад что вы снова заглянули ко мне в гости совсем недавно я приобрел новый компьютер для обработки видео и во время переноса данных со старого нашел папочку с исходниками который решил смонтировать для вас сегодняшнем выпуске оказывается во время строительства большого аквариума я показал вам не все точнее само то строительство вы увидели полностью но вот очередной мой визит дяди саше для снятия монтажной ленты и вклеивание стяжек я упустил так что представляю вашему вниманию коротенькое видео в котором вы наглядно можете посмотреть всю эту процедуру я не буду рассказывать почему именно так а и не иначе я приклеила стяжки да и вообще не хочу сегодня что-либо комментировать из видеоряда все и без того понятно ну а если останутся вопросы задавайте их под этим видео в комментариях хотя нет все же хочу сделать одно по моему мнению важное замечание когда будете проектировать себе аквариум оставляйте зазор на стяжках между передним и задним стеклом в 1 миллиметр для того чтобы туда можно было закачать силикон я надеюсь всем известно что любой силикон на разрыв держит соединение в разы лучше чем на срез поэтому закачав такие зазоры силикон вы получите соединение не только с ребрами жесткости которые как раз и работает на срез но и с лицевым и задним стеклами которые будет удерживать вашу конструкцию на разрыв во время этого визита я поснимал всю ленту почистил швы и как вы уже поняли приклеил стяжки что собственно поставила окончательную точку на сооружение этого проекта фактически как только подсохнет силикон останется обрезать излишки вокруг стяжек и собрать систему очистки в одно целое заполнить ее наполнителями и подключить к протоке и уверен что на момент публикации этого выпуска все это уже сделано так как созваниваясь дядей сашей после праздников в аквариум уже была залита вода комментариях предыдущим выпуском зрители спрашивали под кого планируется эта баночка друзья я думаю это и так понятно что здесь будет плавать крупная рыба скаты цихлы аравана лично я бы на этом ограничился но хозяину виднее и надеюсь мы увидим еще этот аквариум уже в рабочем состоянии ну и раз уже речь зашла об ответах на вопросы хочу еще ответить на парочку вы неоднократно спрашивали где заказывала стекло так вот друзья харьковская компания tricolor если не получится найти их в интернете стучите в telegram или фейсбуке я дам координаты менеджера то и постараюсь помочь с получением скидки но относительно стоимости доставки вся доставка обошлась согласно тарифам новой почты где-то в районе 1400 гривен но насколько мне известно на сегодняшний день тарифы у них уже изменились ну и еще один вопрос который я недавно увидел и уж простите не успел ответить вовремя отклонение в 1 2 миллиметра допускается при сварке каркаса так как сделать все просто идеально с металлом не всегда представляется возможным все же скажу честно с вашего описания мне не совсем понятна суть проблемы если еще вопрос актуальный напишите мне в телеграме ли facebook постараюсь помочь чем смогу ну и да не обошлось без косяков процессе подсыхания были обнаружены воздушный пузырь сантиметров 2 длиной и в двух местах где-то по один-два миллиметра не докачанный шел и один маленький прострел ничего критического и бояться этого не стоит бывает намного и хуже хотя конечно же неприятно что такое случается и возникновение подобных вещей как правило способствует усталость ведь заканчивали строить этот аквариум мы часов 8 вечера работать начали с 5 утра в любом случае критических прострелов и пустот обнаружено не было да и аквариум на сегодняшний день как я уже говорил ранее стоит залит водой честно говоря боюсь что из-за этих соплей которые вы сейчас видите в комментариях посыплется критика с другой стороны этого мог я и не показывать но все же хочу чтобы вы понимали что стяжки к ребра в жесткости были приклеены монолитно и конечно же при сдавливании по вылазило много силикона но мы решили не экономить и склеить все фундаментально чтобы укрепить соединение и избежать попадания грязи в дальнейшем что ж друзья надеюсь вы почерпнете что-то полезное из этого выпуска если он вам понравился ставьте пальцы и если вы еще до сих пор не подписаны на обновление канала то советую вам сделать это прямо сейчас ну а я буду с вами прощаться добра удачи здоровья вам и вашим питомцем до новых встреч друзья удачи